Обмен пяти узников совести на двух советских шпионов. Улучшение атмосферы и продолжающееся расхождение между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Очередной случай разделения семьи советскими иммиграционными властями. О жизни в заключении Щаранского и Орлова. Оценка советских ресторанов и пекарен американскими корреспондентами. Вот темы, которые затрагиваются в нашем обзоре. Американская печать о Советском Союзе. В субботу, 28 апреля, ведущие американские газеты поместили на своих первых страницах пространные сообщения о состоявшемся в пятницу в Нью-Йоркском международном аэропорту имени Кеннеди обмене пяти находившихся в заключении в СССР борцов за права человека на двух советских шпионов, осужденных американским судом к длительному тюремному заключению в прошлом году. Сообщая подробности переговоров между двумя странами об этом обмене и о самой процедуре обмена, американская газета оценивает в связи с ним и в связи с ростом в последние месяцы иммиграции евреев из Советского Союза перспективы подписания и одобрения Сенатом нового соглашения с Москвой об ограничении стратегических вооружений, а также перспективы дальнейших общих американо-советских отношений, включая торговлю. Газета Нью-Йорк Таймс поместила статью Мартина Толчен, озаглавленную «Длинные переговоры» и с подзаголовком американский представитель считает, что обмен улучшит атмосферу для разрешения других проблем. Мартин Толчен сообщает со ссылкой на ответственного представителя американского правительства, что обмен Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Валентина Мороза и Георгия Винца на осужденных советских шпионов явился результатом долгих и трудных переговоров, начавшихся осенью прошлого года. В конечной стадии переговоров участвовал как президент Картер, так и председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев. Американский представитель заявил, пишет Мартин Толчен, что состоявшийся обмен предвещает облегчение условий для разрешения других проблем в американо-советских отношениях, включая завершение соглашения об ограничении стратегических вооружений. Представители американского правительства указали также, что это был первый случай обмена Соединенными Штатами советских граждан на советских граждан. Они намекнули, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Москвой и об освобождении Анатолия Шаранского, жена которого вела здесь с этой целью активную кампанию. Газета Нью-Йорк Таймс напоминает о деле Вальдека Энгера и Рудольфа Черняева, бывших советских служащих ГООН, арестованных вместе с советским дипломатом Владимиром Зинякиным за шпионаж в мае прошлого года. Обладавший дипломатическим иммунитетом Зинякин был отпущен и вскоре выехал на родину. А Энгер и Черняев в октябре были осуждены федеральным судом за попытку купить секретную информацию об американских средствах введения противоположных граждан. Этот вошелевший процесс, пишет корреспондент газеты Нью-Йорк Таймс Мартин Толджин, привел к протестам Советского Союза, заявившего о невиновности этих двух лиц. Однако судья Фредерик Лейтс сказал после вынесения им приговора Энгеру и Черняеву, «Никогда еще я не исполнял обязанности суди, по делу, в котором вина подсудимых была бы доказана с подобной достоверностью», пишет в газете Нью-Йорк Таймс ее корреспондент Мартин Толджин.